Миха, честно говоря, о вашей карьере до Ростова не так много информации, поэтому давайте начнем с самого начала. Можете рассказать о своем детстве и о том, с чего началась ваша футбольная история? Мое детство прошло так же, как у всех остальных детей. Я любил играть в футбол. Вообще, мне кажется, что в футбол я начал играть с рождения. Но официально, когда пошел в школу, с 7 лет, мой первый клуб находился в деревне, где я жил. Потом я переехал в Новогорицу и оказался в местной академии. Вскоре я дебютировал за основную команду и провел там еще 5 лет. Мы знаем, что у вас есть брат-близнец. Вы пришли в футбол в одно время? Да, мы оба начинали играть в одно время, еще в детстве. Но потом он перешел из Горицы в Морибор. Насколько я знаю, он тоже защитник. Соперничали ли вы между собой, когда были детьми? Да, он тоже защитник, но левоногий. А я большую часть своей карьеры выступал в полузащите. В Центре обороны я играю только последние 4-5 лет. Горица была вашим первым профессиональным клубом. Это сильная команда по меркам Словении? У Горицы лучшая юношеская академия в стране. В ней воспитывались многие игроки нашей национальной сборной. Многие ее воспитанники потом уезжают в более сильные чемпионаты. И отправиться туда было хорошим решением для меня и для брата. Перед тем, как перебраться в Россию, вы успели поиграть в Швейцарии, Израиле и Румынии. Трудно было адаптироваться в этих странах? Вообще, обычно у меня не возникает проблем с адаптацией. Я привыкаю ко всему довольно быстро. Иногда могут возникнуть проблемы с языком, но и к таким ситуациям я тоже стараюсь адаптироваться. В общем, проблем с адаптацией у меня нет. Сколько языков вы знаете? Я говорю на всех балканских языках. Боснийском, сербском, хорватском. Они очень похожи. Мой родной язык славянский. Кроме того, я понимаю итальянский, румынский, французский, английский. То есть мы можем сказать, что вы самый образованный футболист в «Зените» прямо сейчас? О, нет, нет. Просто мне это нравится. Нравятся разные языки. Окей. А можете рассказать об особенностях и людях этих стран? О Швейцарии, Израиле. Что-нибудь особенное? У каждой страны своя культура. В этих странах живут разные люди. Они ведут разный образ жизни. Про Швейцарию могу сказать, что это действительно очень, очень приятная страна. Там живут в основном трудоголики. Работа, дом, работа, дом. Ну, вы понимаете. Люди там практически не уделяют время удовольствиям. Возможно, только во время отпуска. Израиль, Израиль особенное место. Наверняка вы и сами знаете об этой стране, о ее культуре. Да, они очень особенные. А вот румыны очень свободные люди. Они любят радоваться, праздники. Они очень дружелюбные. Ну, а теперь я в России. Окей. А что насчет славянских футболистов и словенцев вообще? Люди в Словении тоже очень открытые. Мы маленькая страна, и поэтому вынуждены уметь быстро адаптироваться. К нам приезжает очень много туристов. Каждый год, каждый день. Поэтому мы говорим на множестве языков. В Словении здорово. Давайте представим, что у каждого игрока в мире есть резюме, как у менеджера или строителя. Что бы было написано в вашем резюме? Какие у вас самые сильные качества? Ну, думаю, что я трудолюбивый футболист. У меня большие амбиции, потому что без них ты не сможешь перейти из слабой команды в более сильную, как «Зенит». А когда вы были ребенком, был ли у вас кумир, футбольный кумир? Знаете, я вообще-то всегда был болельщиком Милана, того, что из серии А. Да и до сих пор им остаюсь. Но в последние годы дела у Милана идут не очень хорошо. Поэтому надеюсь, что через некоторое время клуб вернется на вершину. Первая мысль, которая пришла вам в голову, когда вы получили предложение из России. Помните этот день? Да, я слышал, что мной интересуется Ростов. Это было за шесть месяцев до того, как я переехал в Россию. То есть год назад. Но потом, чуть позднее, в летнее трансферное окно. Я тогда находился в расположении сборной. Они сделали предложение, и мой клуб его принял. И я поехал в Ростов. Можете описать свой первый день в России? Как это было? У нас закончились сборы национальной команды, и прямо оттуда я поехал в Ростов. Честно говоря, у меня не было времени на то, чтобы заранее сформировать какое-либо мнение о России и о городе, потому что уже через два дня у нас была игра. А еще через три дня мы уже играли в Лиге чемпионов. В тот период у нас было много матчей и мало времени на то, чтобы задумываться о чем-то еще. Терентьев, Полос, Ерохин и другие ребята, которые перешли в «Зенит» из Ростова, рассказывали, что на Дону футболисты чувствуют себя настоящими рок-звездами. Местные жители их узнают. Вы чувствовали себя рок-звездой в Ростове, например, когда оказывались в общественных местах? Делали с вами селфи? Ростовчанам вообще очень нравится футбол. Потому что в последние два сезона Ростов показал неплохие результаты. Поэтому да, весь город, местные жители очень любят футболистов. 31 августа 2016 года вы перешли в Ростов, а ровно один год спустя, 31 августа 2017 года, вы стали игроком «Зенита». Можно ли сказать, что вы всегда откладываете все важные футбольные дела на последний день лета? Не знаю. Но вообще причина не во мне. Но то, что так происходит, и правда удивительно. Два года подряд. Но я счастлив. Если серьезно, то что вы делали, когда получили предложение от «Зенита», и как долго вы над ним думали? О, это случилось очень быстро. Я снова был в расположении сборной, и через один день нам предстояло отправиться в Словакию, чтобы сразиться с их командой. Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в «Зенит». Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. То есть вам, чтобы сменить команду, нужно отправиться в сборную и ждать звонка от агента? Скажу так. Для меня трансферное окно никогда не заканчивается раньше времени. Можете описать Петербург в трех словах. Только в трех. Удивительный, большой и дождливый. Я надеюсь, вы понимаете, что я просто обязан задать вопрос о вашей бороде. Она великолепна. Я не обсуждаю свою бороду. Пожалуйста, скажите хотя бы, удобно ли играть в футбол с такой бородой? Ты ее даже не чувствуешь. Окей, может быть, она помогает вам играть на втором этаже головой? Нет? Нет. Спасибо за это прекрасное интервью. Спасибо.